На когда на меня одели украинский прапор, и я услышал гимн Украины, и я понял то, что я живой, и что я все-таки дождался того момента, когда я уже буду дома, когда я буду уже на родной земле. Первым делом мне дали позвонить родителям. Это было три слова «мама, я дома». Больше я ничего не смог сказать. В первый день, когда Россия вторглась в Украину, это было на моих глазах, это было в городе Олежки, Херсонской области. Как сейчас помню, в центре города спускался русский десант, российский десант. У людей была огромная паника. Никто не знал, что делать, никто не знал, куда им убежать. Люди пытались покинуть город, выезжали с города. У кого-то получалось выехать, кого-то расстреливали на мосту. И никто не смотрел с российских военных, никто не смотрел на то, что в машине были дети, женщины. Для меня это был шок, потому что я военный еще с 17-го года. Такого я сам не ожидал. Но в тот же самый момент я понимал, что я военный, и мне нужно что-то делать. Мне нужно выбираться и вытягивать остальных военнослужащих. Я как офицер, я был в ответе за других военных, которые были вместе со мной в городе Олежки. К сожалению, у нас не получилось выехать с города, и мы остались в городе. Видели, как российские военные захватывали жилые дома. Видели много техники, много танков. В тот же самый день, спустя приблизительно 2-3 часа после того, как спустился десант, был первый бой. Были украинские танки, была спецтехника и танки Российской Федерации. В тот день много погибло с моей бригады. Бригада успела выйти с Олежек всего-навсего 20% состава. Остальные либо были взяты в плен, либо были убиты. До 4 апреля 2022 года мы жили в Гражданских. Пытались выйти на связь со своей бригадой. К сожалению, только 27 марта бригада откликнулась. Но им нужна была только информация о передвижении русской техники и русских военных. Когда мы спросили, смогут ли они нас вытянуть, в ответ мы услышали, что они не уверены в этом. Но постараются. Нас скоординировали с разведкой города Одесса. Они курировали нас. Они говорили, что нам делать. И совместное решение было принято выбираться самим. Поэтому 4 апреля мы оставили Гражданский дом и группой 3 военнослужащих выдвинули в сторону города Новая Каховка. Шли скрытно, шли полем, чтобы не увидели блокпосты. Но, к сожалению, не все блокпосты мы смогли заметить. И все-таки нас поймали. Нас задерживали как разведгруппу. Когда мы пытались убегать, нам в спину стреляли. Стреляли на поражение. Поэтому, когда я услышал, что возле уха пролетает пуля, я подал команду остановиться. Это были солдаты ДНР. Они нас задержали, связали. Естественно, они думали, что мы разведчики, группа ДРГ украинская. После этого они забрали к себе на пост. И мы там ждали до следующего утра. На следующий день утром за нами приехала машина. Приехали ФСБ. И нас транспортировали в город Новая Каховка. В отделение полиции. Которая была оккупирована русскими военными. Была очень жесткая приемка. Потому что сказали, что мы разведгруппа. После чего нас раскинули по камерам. Вместе с гражданскими. Камера, которая была рассчитана на четверых. Я оказался восемнадцатым. По счету. В тот же самый день нас повели на допросы. Допросы были с пристрастием. Скорее всего это были пытки, а не допросы. пытали всеми подручными методами. Они хотели знать, откуда мы, где оружие, где стоит наша бригада. но, к сожалению, мы ничего не могли им сказать. Поэтому после того, как они использовали электроток, они поняли, что мы ничего действительно не знаем. Спустя три недели перебывания в камере в один прекрасный день открылась камера и спросили, есть ли доктор. на что я ответил, есть, потому что я сам военный врач. И с того момента меня каждый день водили на допросы, на которых были как гражданские, так и военные. Моя задача была очень проста. Не дать умереть человеку когда его допрашивают. На допросах были люди разного возраста. Были женщины, были подростки. Манера допросов у них была такая же, как и манера допросов к военным. Они не стеснялись использовать электрошокер. Они не стеснялись использовать спецоборудование, такое, как тапик, который проводил электричество по телу. Они цепляли железные прищепки. кому на пальцы, кому на уши. Женщинам цепляли на грудь, также цепляли на гениталии. Тяжело было на это смотреть, но я понимал, что они пытают такого же украинца, как я. Были случаи, когда приходилось вытягивать с того света людей, оказывать первую медицинскую, делать массаж сердца, искусственное дыхание. также они любили вырезать татуировки у людей. Если им не нравилась татуировка, либо она была связана с Украиной, тебя заставляли самому вырезать, либо тебя вырезали принудительно. Также были подростки, которые снимали ногти с пальцев в ног. Были военные, которые при транспортировке в отделение полиции были раздеты догола и их пальцы на ногах были стерты до кости. их просто тянули. Также они занимались насилием женщин. Они принуждали их к половому акту. Если были те, которые отбивались, пытались не даться в руки, их брали силой. Мне очень больно это вспоминать. И я до сих пор вижу это все во снах. Мы находились в отделении полиции с 5 апреля по 19 августа. 19 августа нам пришли российские военные в камеру, где нас удерживали и сказали, что мы планируемся на обмен. поэтому 19 августа нас вывезли в Крым, в Севастополь. Нас привезли в Севастополь, нас удерживали в каком-то учебном военно-морском заведении, учреждении. Потому что мы видели через решетки на окнах, видели пирс, видели подводные лодки, которые всплывали. Только в Крыму к нам приехал Красный Крест. Мы обрадовались, думали, это международный Красный Крест. Но оказалось, это Красный Крест Российской Федерации. Который ничем не мог нам помочь. В Крыму нас удерживали до 11 сентября. Нас было 380 военнопленных. Там же и были гражданские. Женщин не было, были только мужчины. и Красный Крест, который приезжал, он нам сказал, что если вас до 10 сентября не отправят на обмен, то вас вывезут в Российскую Федерацию. Так оно и случилось. Нас вывезли в Российскую Федерацию, в Ростов, в исправительную колонию. мы увидели ад, потому что такого отношения зверского я не видел нигде. Ни в оккупированной территории, ни в Крыму, который тоже оккупирован. Относились к нам как к животным. У нас брали образцы ДНК, отрезали вместе с ногтями плоть, если у тебя не было ногтей. Когда нас посортировали, документально завели в колонию, мы просидели три недели на ШИЗО. Это штрафной изолятор. Но просидели, это громко сказано, потому что там запрещалось садиться. Подъем был в 5.40 утра, и мы имели право прилечь только в 10 вечера. Все это время мы должны стоять на ногах, стоя, не прислоняясь ни к чему. Нам запрещалось разговаривать между собой. Первая неделя можно сказать, что нас и не кормили. Это тяжело сказать едой, это тяжело видеть и думать, что это еда. В основном была кислая капуста, вода, часто попадалась гнилая, первую неделю хлеба не было. спустя три недели кому повезло. Их перевели. Когда нас переводили с локации на локацию, были живые коридоры, по которых нужно бежать и в этот момент тебя сбивают с ног. Бьют спецсредствами, бьют электрошокером для того, чтобы быстрее бежал. Но даже если ты бежишь быстрее, тебя все равно догоняли и пинали. Главное не упасть, потому что если ты падаешь, то тебя просто забивают. Во время всех этих действий, а они происходили утром, обед и вечером, в моей голове были только одни мысли. Как бы покончить с собой, чтобы это все прекратилось? К сожалению, эти мысли были не только у меня. Они были у многих людей. Некоторые пытались покончить с собой. Некоторые пытались вздернуться на петле, лично я снимал таких людей с петли. И пытался, зная то, что у меня самого такие мысли, но я пытался человеку помочь морально, настроить его на то, что его ждут дома. были плохие ночи, когда ночью забегали, всех раздевали дагола, просто дубасили, били чем только могли и уходили. Просто так, ради интереса, они снимали это на телефоны. Также периодически, когда менялась администрация колонии, ротация у них была, либо ротация была у спецназа, были так называемые шмоны. Это полная проверка отряда. Они выстраивались в ряд, мы забегали по пять человек, нас раздевали наголо, а потом они играли нами в футбол. Одного из нас ставили на вход в комнату, где нас удерживали, и все остальные должны были пролезть между его ног. Естественно, мы были все голые, мы были все голые, и кто не успевал пролезть, того пинали, того били, куда попало. Были разные моменты. Это происходило каждый день до того дня, пока я не попал в список обмена. Администрация колонии любила нам давать ложную информацию о том, что мы никому не нужны, о том, что нас никто не будет менять, что обмен будет только по окончанию войны. Это все продолжалось до тех пор, пока не пошли слухи о том, что в отрядах люди хотят сами себя убить. мы очень сильно радовались, когда приезжали военные прокуроры, потому что в день, когда приезжали военные прокуроры, нас никто не трогал. На нас не обучали собак, не травили на нас собак, но как только военный прокурор уезжал, все возвращалось. С каждым разом все больше и больше. Чтобы понять жестокость достаточно от того, чтобы люди услышали, что можно кушать утром, обед и вечером за полторы минуты. Что в банный день это было раз в неделю. было очень жестко заходить и выходить с душа. Если ты, не дай Бог, уронил мыло, ты имеешь право его поднять либо пятой точкой, либо зубами. Были моменты, когда мы так хотели кушать, что мы просто кушали отходы, которые сбрасывались, которые мы вывозили выбрасывать. И в тот момент, когда мы выбрасывали, мы просто кушали. Если они видели то, что ты не ломаешься, если они видели то, что ты можешь терпеть, тебя спускали в подвал колонии. Там подвешили вверх ногами и отрабатывали удары, как на боксерской груши. Это все происходило для меня до 26 апреля 2023 года. Для всех остальных, которые там, оно продолжается до сегодняшнего дня. и каждый, кто меняется с колонии, в которой удерживали меня, я слышу все больше жестокости. В апреле 23-го года, 26-го апреля, чтобы быть точным, я каким-то чудом попал в список обмена, и в тот день меня вывели с отряда, переодели в украинскую военную форму, потом пустили по кругу, били до тех пор, пока я не сходил под себя. и отправили в аэропорт, откуда меня перевезли, в Донецкую область, с Донецкой области в Сумскую область, где был осуществлен обмен. Я был единственным со своей колонией, кто попал на обмен. Когда нас обменяли и в автобус зашел полицейский украинский, я сказал слово Украине, я не поверил, в это невозможно поверить после того, что ты пережил. Но когда на меня одели украинский прапор, я услышал гимн украина, я понял, что я живой, что я все-таки дождался того момента, когда я уже буду дома, когда я буду уже на родной земле. Первым делом мне дали позвонить родителям, тяжело было говорить, это было три слова «мама, я дома». Больше я ничего не смог сказать. После этого нас завезли в военный госпиталь, мы прошли все обследования и ждали фильтрации со стороны службы безопасности Украины. К сожалению, на тот момент, когда я уже был в Украине, когда я уже был у себя дома, я пытался связаться со своей воинской частью, но я услышал то, что заставило меня задуматься, разве можно так поступать с офицерами? Я отдал столько лет службы для своей родной страны, спустя а в ответ по телефону я услышал, что ты без вести пропавший и больше ничего, больше со мной не захотели разговаривать. в дальнейшем как оказалось воинская часть подготовила все документы, чтобы уволить меня раньше, чтобы уволить меня до того, как я попал в плен. Как оказалось, что никакой помощи не было ни моим родителям, не мне, когда я уже был в Украине. Но еще, что самое хуже, что могло случиться и что продолжает случаться с каждым разом, как только меняется человек с плена, это то, что воинская часть выдает родственникам документы, в которых зазначено то, что человек умер, его нет в живых. И когда я это увидел, я спросил, зачем вы это делаете, если этот человек находится в плену, он был вместе со мной. Но никто мне не смог ни разу ответить адекватно, правильно, по закону. Также моим родителям мне однократно было сказано то, что я не вернусь с плена. Моя воинская часть была уверена в том, что в плену меня убьют. И они смело говорили моим родным это в глаза. Чтобы понять все то, что меня ждало на родной земле, и не сойти с ума, я пытался просить помощи психологов, психиатров. Но каждый раз, как со мной начинали работать, после двух сеансов терапии, мне говорили, что мне невозможно помочь в Украине. страдаю, потому что очень много плохих воспоминаний. Я ничего не могу забыть. Еще потому, что я понимаю, что там остались такие, как я, остались мои друзья. и к сожалению, я ничем не могу помочь, находясь уже в Украине, не могу помочь им, чтобы им выбраться с того ада. Я пытался. Я ходил, просил во все возможные украинские и международные организации. я подавал списки военнослужащих, которые находятся на грани самоубийства. Но, к сожалению, никто на это не обращает внимания. Когда я прошел все возможные реабилитации, которые мне дала Украина, все возможные курсы лечения психологические, к сожалению, я уволился в октябре 23-го года по состоянию здоровья. К сожалению, после моего увольнения со службы я не могу ничем заниматься, потому что стоит проблема в том, что я даже не могу восстановить свои медицинские дипломы. Я не могу устроиться на работу. И в какие бы двери я не стучал, они не открываются. А даже если и открываются, то они открываются только тогда, когда я начинаю кричать, что я был в плену. и вы должны меня услышать, вы должны мне помочь, я вас прошу. К сожалению, я уволился как инвалид второй группы, но я до сих пор не видел никакого пенсионного обеспечения со стороны своего государства. Понимаю то, что я инвалид второй группы и я могу уехать в другую страну, я могу начать новую жизнь, но я не хочу. Потому что я надеюсь на то, что Украина все-таки развернется ко мне лицом, ведь это моя Родина. Я ее любил в плену, я ее люблю сейчас. Я надеюсь, что у нас хоть что-то изменится в лучшую сторону. Я уверен в том, что если придет критическая ситуация и на фронте не будет хватать таких здоровых военнослужащих, каким был я, то я пойду. Настанет и мое время. Придет и мое время. А бросить свою страну это эгоистично глупо. Для меня важно то, что я на сегодняшний день могу и буду и имею право одевать военную форму, военную форму вооруженных сил Украины и делаю я только это потому, что в нашей стране война и она меня может коснуться в любой день, не в зависимости от того, что я инвалид второй группы. И я почему-то вижу в глазах людей, когда они видят меня по форме, я вижу то, что они верят в меня. Да, сегодня я не могу быть на поле боя, я не могу быть на передке. Но если нужно будет, я не задумываюсь вернусь. И форма мне напоминает то, что я не могу быть после службы гражданским. Я остаюсь военнослужащим. вооруженных сел Украина. и но то, что пока